Йоу! Всем привет, дорогие друзья, с вами Хоккейда, и добро пожаловать в Red Dead Redemption 2! Сегодня вновь рываемся с вами сюда, в эту замечательную игру, и сегодня мы вместе с вами продолжаем проходить эту замечательную историю Моргана Фримена. Нет, как его... Я всегда возвращаюсь с неё, забывая абсолютно всё. Ну, так или иначе, добро пожаловать и в Валкам, мы, как всегда, попадём в какую-нибудь перетрягу и ещё что-нибудь, ну, как оно обычно бывает. Короче, да, здорово и добро пожаловать. Чё у нас получается по заданиям? Я вижу, что у меня здесь рядом есть... есть мистер Пирсон, который, если правильно помню, наш парень... мясник. Ну-ка, сейчас момент. Это может быть интересно, потенциально, да, то есть задание от мясника звучит интересно. Можешь говорить, что тебя вздумается, но я предупреждаю, если я в ближайшем времени отсюда... Не... не... чё... О, господи. О, господи. Э-э-э, Пирсон, Пирсон, Пирсон! Во-во-во-во! Да что не так с вами обоими? Всю жизнь строгать овощи я не собираюсь! Ну, извините, мадам. Вашей подушке было слишком мало пуха. Нет, мистер Морган, я не против работы, но я хочу настоящую работу. А готовка это не работа? Интересно. Мы с мужем работали вместе. Всегда. Я работала в поле. Я могу охотиться, управляться с ножом, могу стрелять. Но я предупреждаю. Если оставите меня здесь, я сниму шкуру с этого жирного енота и состряпаю из неё суп! Захлопни пасть, сумасшедшая крикливая бобёнка! Прекратите! Оба! Ну, пошли со мной. Хочешь выбраться отсюда? Наравне с мужчинами? Ладно. Но мы не только охотимся. Мы ещё и скрываемся. А те, кто охотятся на нас, у них тоже есть оружие. Я смерти не боюсь. Это хорошо. Вам что-нибудь нужно, мистер Пирсон? Мы с миссис Адлер немножко прокатимся. Да, конечно. Вот он список. И не могли бы вы отправить это письмо, раз вы туда едете? Конечно. Пошли, принцесса. Ну что, ты идёшь, женщина? Интересно. Значит, меня повысили срезки овощей до походов за покупками? Заткни свой рот. Впрочем, ничего нового. Как туманно сегодня, однако. Не находите? Ты уже остыла? Ну да. Я же не посудомойка. И не собираюсь подчиняться этому потному недоумку. Ну, каждый из нас должен носить свой вклад в общее дело, принцесса. Где это письмо? О, ты теперь читаешь его почту? Значит, грабить и убивать это нормально. Но читать чужую почту за гранью дозволенного. Дорогая тётушка Кэтти, ну ты даёшь. Я уже давно не получал от вас вести, и поэтому молюсь Господу о том, чтобы ваше состояние не ухудшилось. Окей. Дорожка стала получиться. Трам-пам-пам, скукотища. А, секунду. Вот, послушай. С тех пор, как я получил от вас последнее письмо, я много путешествовал. И даже прославился. Предупреждаю ваш вопрос, я всё ещё не женился. Но, уверяю вас, дело не в недостатке невест. Он хоть раз говорил женщине, который за это не платил? Да брось, каждый из нас прячется за словами. А что это? Вернуть Тациту Килгару. А, ты об этом? Это идея дачи. Все письма отправляются на мой тому же адресату. Когда перемещаем лагерь в другое место, Штраус отправляется в город. И говорит, что скоро ожидается корреспонденция. От Тацита Килгара. Ну или кого он там ещё выдумает. Давай письмо сюда. Пора заняться делом. Окей, припаркуемся. Ну что ж, нам сюда. Ну, какой у нас план? Я стреляю продавца, а ты... Нет, ты спятила. Ну, я думала, что мы бандиты. Бандиты, но не идиоты. Мы грабим идиотов, которые обкрадывают людей. А эти просто пытаются заработать себе на хлеб. Значит, ты пойдёшь туда и купишь для нас еду. И никакой стрельбы. Ты уверен? Да, на этот раз. Время для убийств. Будет позже. Пойду проверю почту. Ничего особенного. Блин, она накосячит. Она накосячит. Она сто процентов накосячит. Я прям чувствую это. Более того, я это знаю. А, господи. Ладно, побежали. Что у тебя там, Харальд? Ничего. Что значит ничего? Что в посылке? Слушай, это мазь. Для личных надо. Новый зелен, что ли? Поезда там ездят. Красиво. Красиво. Так, почта. Сначала нам надо сюда подойти, я так полагаю. Там, к этому поводу. Добрый день, сэр. Клерк станции. Отправить почту. Окей. Так, что у меня по штрафам? Да. И да. Ну, как бы штраф и штука такая. Мы все-таки заработали, наконец, достаточное количество денег, чтобы себе их позволить. Хм. Как ты? Как ты? Вы посмотрите, какая у нее шляпа классная. А? А? Подвернулся на меня. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да. Слова про то, что, типа, общался он с женщинами, которые не платят, может быть, и актуальны для меня. Ну, да ладно, к другим новостям, получается. Можно побыстрее? Я пытаюсь... Почему так долго? Я могла бы научить, как живой, то быстрее управилась. А, с первого слуг. Кажется, это все. Спасибо. Вот. А это вам. Хм-хм. Спасибо. Да, он прям так... Драгировал странно. Типа, thanks. Ну, ладно, залезай, я почти закончила. Почему, может, и сядешь за ужин, ладно? Ну, уже, леди, поскорее. Мне нравится Сэдди, а не Леди. Я знаю. Что такое Сэдди? Ну, ты все купила? Вроде, да. И кое-какую одежду, да? Не начинай. Я буду носить все, что захочу, черт побери. Я же говорила, мы с мужем всю работу делили пополам. Я не была милой жёнышкой. Цветов в волосах не носила, и вишневые пироги не пекла. Не сомневаюсь. Теперь у тебя видишь, что надо. Хе. Хе-хе. Скоро начнёшь курить сигары и играть на губной гармошке. Знаешь, я ведь раньше играл на гармошке. До того, как мой дом и всё в нём сгорело до тла. У-у-у. Дерьмово. Я знаю, мне очень жаль. Ты знаешь, о чём я. Может, присмотрю для тебя другую. Ха. Мне жалости не надо. Просто обращайся со мной как с равной, и знай, что меня больше никто ничего не отнимет. Эвера Кейн. Только не убивай нашего повара. Пожалуйста. Хм. Приветствую вас. Привет. Что вы тут замышляете? Просто едем домой. Это земля налётчиков на Леймана. Если хочешь проехать, плати налог. Это земля. Ага. Ну, это вряд ли. Вы так не думаете? Может быть, остановитесь прямо сейчас? А, ещё один. Ага. Окей. О, дерьмо. Окей. Минус один. Минус два. Чёртовы налётчики из Леймана. Они хотели нас ограбить. А, мать же ж твою. Нормально. Так, этого тоже. И этого. Хорошо. Ещё один спереди. Мы его задавили? Мы его задавили. Ой. Ну, ты же хотела побывать в бою? Вот и сбылось твоё желание. Говно. Вот же дерьмо. Где? Где-где-где-где? А, блин. А, а. Да. Да. Какой-то лучше. Эть. Блин, дробовик на таких расстояниях, конечно, малоэффективен. Эть. Или это мушкет? Что это? У меня мушкет, по-моему. Давай. Хыть. Куда ты побежал? Стоять! Его точно надо добить. Хорошо стреляешь. Ладно, я поведу. Так, я быстренько их осмотрю, пожалуй. Потому что если бы он убежал, было бы дерьмово. Тогда нас бы могли найти. Так, что уж там. Посмотрим, что при нём. Где моя маска? Как её надеть? Надо быстренько как-нибудь это сделать. Иначе будет поздно. Скоро будет поздно. Где? Не, не то. Компас. Нет, всё, всё, дичь. Ладно, хорошо, пойдём. Ещё вот этого обыщем и того дальнего. Мне кажется, у того дальнего больше всего должно быть всякое всячина. Окей. Никто ничего не видел. Так. Не, патроны только на револьвер. Это неинтересно. Едь, куда едешь? Не оглядывайся. Чёртова мать твою, мать твою. Так, тоже патроны на револьвер. Но патроны, в принципе, штука хорошая. Алипочка злеем. А у этого ничего нет, что ли, да? Я понял. Всё, поехали. Уходим. Нет, давай сюда по воде. Почему? Потому что ты их и так уже много нашумела. Всё нормально. Осторожно. Показали мы этим гадам, да? Напомни мне, чтобы я тебя никогда не злил. Они хотели напасть на наши засады. Ты показала себя неплохо, но не стоило устраивать бойню так близко к лагерю. Надеюсь, расследовать это никто не станет. Ты расскажешь датчу? Если он спросит, возможно. А может и нет. Как они там тебя назвали? Налетчики из Леймана? Что-то вроде того. Кто знает. В общем, не вздумай заикнуться Пирсену про это письмо. Как тебе не стыдно? Мне бы и в голову не пришло. Ну, конечно. Я много путешествовал и даже прославился. Я теперь тебе ни одного письма не доверю, вот что. Я просто хочу заглянуть в твой дневник. В этот твой дневник. Даже очень хочу. Даже не надейся. Я думаю, будет здесь хорошо. Так, значит, вас там не убили, миссер. Окей. Ну, я бы сказал, что мне не хватало уточенных бесед с вами, но это было бы неправдой. Я... Мне там понравилось. Да, мы... Миша Шадер неплохо справилась. С покупкой продуктов. Спасибо, мистер Морген. Не стоит благодарности. Я бы поехал с вами еще раз. Если вы этого захотите. Может быть. Если докажете, что можете за себя постоять. Ну, все говорят, что я не отесанный, но порохового дыма я не боюсь. Артур, мы справимся сами. Ты и так мне очень помог. Ну, ладно, мизнас-зазнайка. Хорошие штаны, кстати. Заткнись. Ладненько. Пойдем на нормальную миссию, пожалуй. Так, что там у нас есть... Не, журнал мне интересен. Карта. Давайте посмотрим карту. Датч Вандерлинда, который, судя по всему, смотрит на пляж. Да, вон он. Эй! Привет. Артур, привет. Привет, привет. Эй! Датч Вандерлинда. Новый юг. Как ты себя чувствуешь, старина? Отлично. Забавно, что мы в итоге оказались тут. Мой отец погиб в пенсионуальне, сражаясь со здешними. Я тебе не рассказывал? Много раз. Вижу, я тебя утомляю, Артур. Скорее беспокоишь. Мы потеряли людей. Перед нами стоят высокие цели, Артур. Мы пытаемся изменить общество, сделать его добрее, искреннее, лучше. В таком деле потери неизбежны. Мы воры, живущие в мире, которому мы больше не нужны. Мы мечтатели, живущие в унылом мире фактов. Я признаю твою правоту, но частное слово. У нас целый день. И здесь так хорошо. Хозяй рассказывал, что тут поблизости есть один ручей. Сдается мне, он полон рыбы. У, рыбалка. Эй. Он похож на какого-то актера. Или музыканта. На Курта Кобейна, наверное. Да? Что-то есть. Ну, пойдем. Датч. Вандер Датч. Эй, старушка, иди-ка сюда. Покажи нам тот ручей, куда ты любишь отливать. Что-то ты выглядишь не очень хорошо, старина. Я думал, такой теплый климат пойдет тебе. Те дни, когда я выглядел хорошо, давно прошли, Датч. Где моя лошадь? А, вон же она. Какая красивая лошадь. Я уже забыл, что я ее купил. О, ес. Хорошо, джентльмены. Давайте я покажу вам, как это надо делать. Окей. Окей. Поехали. Вместе с парнями. Обгоняю тебя. Окей. А может, прям здесь порыбачим? Тут целое озеро рыбы. Я хочу прогуляться, развеяться. Вместе со старой гвардией. До того, как появились все эти люди, были только мы. Странная парочка и их непутевый сынок. Здесь хорошо. Хорошее место ты нашел, Артур. Это Чарльз его нашел. Как будто снова могу дышать. Пусть даже воздух густой и влажный. Может, и твоей сопелке пойдет на пользу, хозяй. Однажды я побывал в этих краях. Кажется, что это было в другой жизни. Это было в другой жизни. Но какая интересная была жизнь. Как здорово мы сражались. Особенно вы оба. Надеюсь, что так. Но сейчас, когда мы в отчаянном положении, нам нельзя отступаться от нашего замысла. Заработать денег и потом удрать в такое место, где нас никто не найдет. И где нам не нужно будет прятаться. Это куда, например? У меня есть некоторые идеи. Но мне нужна поддержка, а не критика. Это касается вас обоих. Хорошо. Все же, нам нужны деньги. Так что не привлекайте внимания. Особенно в ближайшем городке. После Валентайна я запрещаю вам привлекать внимание своим поведением. Но начинаете копать, намечать цели. Посмотрим, что тут есть. Дач, нам надо быть поаккуратнее. Представим, сколько тут непуганных богатеньких идиотов. Уплость. Похоже, впереди законники. Не суетитесь. А где мигалка? А, они... Подозреваемых возят. Интересно. Здравствуйте, джентльмены. Смотрите, кого к нам ветром занесло. Я уходил в довольно неловкую ситуацию. А ну, тихо. Что ж, посмотрим, что мы можем сделать. Как поживаете, ребята? Хорошо. Красиво у вас тут места. Ничего не скажешь. Что есть, то есть. Хоги Макинтош. К вашим услугам. Ли Грей. Это мой помощник. Арчибальд Макгрегор. Рад знакомству. Вы шотландец? Отчасти. Это моя лучшая часть. Ха-ха. Конечно. Скажите, сэр. Что такого натворил, этот глупый пижон? Ничего особо страшного, полагаю. Его обвинили в мошенничестве с инвестициями, в золотые прииски. О, нет-нет-нет, я уверен, он вовсе не... Он фокусник, я его знаю. Дурачок, конечно. Но его не назовешь плохим человеком. Банда Андерсона! Мне нужны новые неприятности. Позвольте, мы вам поможем. Преследовать белых преступников? И... Возьми с собой Арчибальда. Ну да, разумеется, давай, здравяк. Может, мы сможем обсудить участь этого глупого фокусника? Хм, хорошая идея. Оружие держите в кубуре. Эти парни с Банда Андерсона нам нужны живыми. Давайте же, скорее. А, хорошо. Скорее, они уходят. Ты успокоишься? Никуда они не денутся. Быстрее, вперед. Как вас зовут, сэр? Какой рандомный вопрос. Артур. Артур Калахан. Быстрее, мистер Калахан. Пожалуйста, я здесь рискую головой. Понимаю. Я делаю все, что могу. Похоже, мерзавцы все-таки поднимут. Его точно нельзя пристрелить? Нет, я же сказал. Да ты много чего говорил уже. Согласен. Смех, да и только. Лосо... О. Окей. Когда поезд будет проходить станцию Роуд, сам сбавит ход. Это нам на руку. Приезжайте к поезду сбоку. Окей, мы его нагоняем. Окей. Видите вон эту платформу? Направляйтесь к ней. Подведите нас как можно ближе. Окей. Во-во-во-во-во. Окей. Ну, погнали. Ах ты, черт, и флегавый. Я не виновен. Ау. Ау. Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. Окей. Вот так его. Хорошо. Где тот самый? А, вон они. Стоять! Полиция Майами! Вы арестованы! Приследовать остальных бандитов. Окей. Эть. Стоять, кому говорю! Эть. Пошли, 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 пошли. Тоже меня тюки они кидают. Как будто меня это остановит. Будем честны, нет. Он на моей лошади, что ли, параллельно скачет? Ой-ой-ой-ой, забыл нажать на кнопку. Это проблема. Чертов ублюдок. На! Ура! По! Скра! По! Пум! Я! По! К! Ча! Ца! Ударить. Еще. Вот так его. Хорошо. Неплохо. Двигаемся дальше. Эй ты! А ну стоять! Догоняйте их! Стой! Вот это экшон. Чего они друг с другом? А, не, они друг с другом дерутся. Стой, я говорю! Остались только мы с тобой. Останавливай поезд, окей. Ну что, дружище. Окей. Может лучше не стоить? Отпусти меня. Не могу. Где мой нож? У меня есть нож? Окей, окей, нож, 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 у него нож! Вот так вот. Ау. Вот же дерьмо. Окей, я его выронил. Хорошо. Как блочить? Я не помню, как блочить. Эй, у вас там все в порядке? Я не думаю, что он умер, но кажется, я победил в схватке. С небольшим перевесом. Ау, поднять надо. Чего будет стоить мне? Думаю, нормальных бабок. Эть. Ну, пойдем. Здорово. Несите его сюда. Помощник шерифа. Шума было много. Это он? Искренне на это надеюсь. Старина Андерс Андерсон. И что теперь? Мы посадим его за решетку. Пойдем. Темно-шелученную лошадь. Прекрасно сработано. А меня можно похвалить за то, что я остановил поезд. Мы достанем к шерифу Грей. Шериф Грей. Как сержант Грей из Новобранца. Только шериф. Ох уж эти параллельные вселенные. Да у вас просто талант. И остальные? Мы их всех переломим. Андерс с мозгой в банды. Это о многом говорит. Тебе виднее. Должен признать, выглядело это очень впечатляюще. Рискну предположить, что вы раньше тоже были служителем закона. Ну, это не совсем так. Вам знакомы эти края? Нет, не очень. По правой руке от вас плантация табака. Ух. Что поместье? Выглядит суши некуда. А уж мы отчаянно нуждаемся в хорошем ливне. Греи владеют этим местом. А-а-а. Ничего себе. Коррупция. В каком городе? В Роудсе. Знаете такой? Туда мы сейчас и направляемся. После войны, конечно, Роудс стал уже не тот. Но у него есть прюсы. Полагаю, вы уже наслышаны про что? Пропустил, заразу. В общем, это еще одно крупное семейство. У них поместье к западу отсюда. Ужасные люди. Сколько себя помню, они без конца враждуют с Греями. Судя по всему, у вас тут весело. Окей. Ну, как раз он нам подсказал, какие у нас дальше цели. Вы можете видеть публичный дом Роудса. У-у-у. Очень респектабельный салон. Им владеет семья Греев. Также у нас есть хозяйственный магазин. Оружейная лавка, почта, конечно, железнодорожная станция. Что еще нужно человеку? Совсем немного. О, прекрасно, они вернулись. Это ваш друг, да? Ага. Хорошо, мы остановимся вон там, справа. Шарит-саттис. Окей. Как я назвал лошадь, Боб? Ва-та-фак. В натуре Боб лошадь зовут. Ну, ладно, пойдем. Э, мистер Грей, мы его поймали. Очень хорошо. Я же сказал, что Артур не подведет. Он настоящий борец за справедливость. Это чудесно. Так насчет моего друга. Ваш безмозглый друг может идти. На него больше не было никаких жалоб. Уверяю вас, это было простое недопонимание. Но все равно я хотел бы от всего сердца вас поблагодарить. Я сделал вид, что рад это слышать. Мистер Макинтош, приятно иметь с вами дело. От лица по большей части добропорядочных жителей Роудса, я приветствую вас в наших краях. Мы упущены. Проследить за тем, чтобы ваш друг вел себя нормально. И нам также хватает хлопот. Окей. Как ужасно. Ну ладно, мы пойдем. Я не дам этому человеку сойти со стези добродетели. Вы загляните к нам как-нибудь на днях. До свидания, джентльмены. Итак, Бо, я надеюсь, все еще... Это не более чем сплетни. Правда ли, что ты общался с этой презренной пенелопой Брейтвайт? Где ты был все это время? Тут, тут, тот, там. А где ты остановился? Я снял караван. На крайне, за церковью. Условия ужасные, зато туда никто не сыйется. Весь город увяз. В этой нескончаемой грязне между двумя семьями. Родни из шерифа Грейме и Брейтвайтами. Любопытно. Два семейства плантаторов. Они не поделили золото мятежников. И спорят, можно ли жениться на кузинах. Артур, хозяю, поспрашивайте местных. Постарайтесь что-нибудь об этом выяснить. Я по вам скучал, ребята. Слышал, за вас назначили награду. Я уже 13 лет в розыске. И понадобится не один месяц, чтобы меня найти. И, судя по всему, тут даже есть чем поживиться. Но награда за вас все еще большая. Откуда ты это знаешь? От ребят на границе штата. Они сказали, эту награду обсуждают во всех салонах, северу и западу, отсюда в радиусе 500 миль. Ходят слуги про особых агентов, или вроде того. Особых агентов. Хотелось бы на такого посмотреть. Это просто разговор. Да, наверное, но я не мог вам не рассказать. Не лезь на рожон. Спасибо вам, джентльмена. Вот так вот. Итак, что касается этих двух семейств. Артур, ты отправляйся к Грэм. Про разнюхать, что это за люди. А-а-а, мы с нашим другом Арчибальдом проезжали мимо их плантации. Хорошо. Хозяя, ты постарайся что-нибудь выяснить об этих Брейтвейдах. Ладно. Спасибо, Артур. Вы так порыбачили. У нас еще есть время. Я не против порыбачить. А ты, Артур? Или с тебя хватит на сегодня? Пойдем порыбачим. Ну ладно, почему и нет. Пойдем. Отлично. Хозяя, отведешь нас то место, про которое ты говорил? Мне так здесь нравится. Ладно. Надеюсь, дальше выйдется без происшествий. Аминь. Было бы неплохо. Кому он там свистит? Банк Роутса. Ууу. Хорошее место. Хорошее место. Оу. Ааа. Хеллоу. Йоу-йоу-йоу-йоу. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Все хорошо, все хорошо. Так, джентльмены, следуйте за мной. Тише. Пойдем. Летс го, бойс. Далеко ли до этого ручья? Ну, еще прилично. И это озеро, а не ручей. Тоже озеро, где мы разбили лагерь, просто в другом месте. Оно того стоит. Я видел там крупных дромов и осетров. Наверняка там еще каменные и желтые окуни. Синежабрики, щуки. Хорошее место. Посмотрим, получится ли у тебя ловить рыбу так же хорошо, как преступников, Артур. За трелони теперь передо мной должок. Трелони всем за что-то должен. Но он редко ошибается. Вставать на дыбы. РБ и Икс. Ну-ка, момент. Е-бой! У-ху! Летс го! Кайф! Е-е! Пойдем. Трелони? Вечно вылезает, как из-под земли. Я не знаю, насколько хороший из него фокусник, но к внезапным исчезновениям он определенно имеет талант. Где он ходит, пока мы его не видим? Похоже, что нигде и везде одновременно. Но мы бы не вызвали Решона, если бы трелони не шастал неподалеку. Слушай, Датч, помнишь, как ты раз, что ты наткнулся на него в сортире? Хорошая история. Да, мы его много недель не видели. Остановились в каком-то захуделом городишке. Я даже название не помню. Вас с Биллом тогда с нами не было, Артур. И вот мы отправились за припасами. Я пошел облегчиться. Открываю дверь, а там сидит трелони с газетой в руке. Мистер Ван дер Линдом. Я говорю, как ты сюда попал? А вот, могу задать вам тот же вопрос. А теперь позвольте меня побыть одному. Я съел несвежую устрицу. Может, на самом деле в мире сто разных трелони. Какая ужасная мысль. О, ешь. О, какие виды здесь, а? Какие виды. Надо будет мне как-нибудь попробовать РДР на Пеку. Потому что я думаю, что Пека мне даст больше пикселей немножечко. Хотя, в принципе, и так довольно неплохо. Но я прям уже привык к такой, прям, знаете, сочной, сочной. Графики, господи, что происходит с моей лошадью? Нет, перестань. Эй. Тыгрик, тыгрик. Еп. А, я здесь был. Мы же изначально сюда так приезжали. В прошлый раз я видел тут лодки. Было бы хорошо выйти туда, где поглубже. Лодку одну вижу. Вон они. А, вон там, на берегу. У, мы прям на лодке пойдем. Нормально. Нормально, нормально. Я доволен. Кайф. О, ешь. Я уверен, что никого не поможет, если мы купили одну из этих. Ха-ха. Да, ну мы здесь слезем. Брубель. Иди сюда. Что значит отпустить? Погладить. Так, вот, похоже на неплохая посудина. Пойдем. Хорошо. Артур, давай спустим эту лодку на воду. Я чувствую, что здесь будет хорошо клевать. Говорят, тут водятся просто невероятные осетры. Вот так. Эть. Кайф. Я сяду на весло. Лужа слишком старая для серьезной работы. Тебе ума только для нее и хватит. Ты все еще островнее меня, старик. Да, я обожаю издеваться над детьми. Теперь отвези нас где поглубже. Над детьми, он сказал. И будем надеяться на удачу и хороший клев. Она просто клев без удачи. Можно? Ну да. Ух, кайф. Середина озера. Другим ребятам. Видите? Там что-то пролетело. Что-то летает. Что это такое? Мошки. Здесь будет неплохо. Тормозим. Быстро взять в руки удочку. Окей. Где твоя удочка, Артур? Надо было прийти сюда на рассвете или закате. Ух, нифига себе. Сильно. Селектор наживки. У меня есть что-нибудь вообще? А, есть халява? Или нет? А. А. Че насадил? Че-то насадил. Эхэ, маленькая рыба. Лерз, это, тогда. Ты слышал эксперта, Артур. Хм. Трести удочку назад. Вдруг. Кайф. Вращайте R. Окей. В этом что-то есть. О'кей. Нажмите арти. Фак. Гэ-гэ. Ну попробуй еще разочек. И-и-и... В-жух. А у нас может леска с ним перепутаться, интересно? Перезакинучки. Перезакинем, я думаю. Артур. Трести удочку. Поймай хоть одну. Да ты сколько поймал, ты! Вжух. О, вижу рубля. Давай, давай, давай. Давай, лево, лево, право, 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 право. Давай, давай. Давай, давай, давай. Ооо, ооо. Ооо, оооо. Давай. Окей. Вот она. Вот она. Эй, посмотрите на этого красавца. Как хорош. Ну вот. Молодец, Артур. Хорош. Два килограмма. Два килограмма не тот размер. Хотелось бы на такого поглядеть. Помнишь, мы как-то послали Артура на рыбалку? Он вернулся с тремя превосходными окунями, которых я купил, да? Не надо опять об этом. Что-то я такого не помню. Помнишь, помнишь. Ему тогда было лет 20. Может, 21. Пришел такой самодовольный, мы закатили большой пир, весь вечер поднимали тост в его честь. Это было 15 лет назад. А, я теперь вспомнил. На следующей неделе мы с Артуром идем по рынку. С Артуром. И торговец рыбой мы кричим, ну как, понравились вам макуньки? 1,87. Это еще меньше. Слушай, можно пойти ловить рыбу, а можно целый день что-то там. Потом ограбить кого-нибудь и купить рыбу. Я так и знал, что я купил. Берет в руки удочку, не сказав ни слова. Меня малость это удивило. Я ему такой, Уэсли, как это мило с твоей стороны. Он отвечает, надо же отдать дань уважения. В конце концов, я 30 лет был на ней женат. О, господи боже. Думаю, на этом можно закончить, ребята. Хорошо порыбачили. Уже? Тебе-то не пришлось гоняться за бандитами. Ладно, мы, я думаю, до лагеря поймем. Ладно, у нас вроде набрался приличный улов, который я весь отпустил. Пирсон будет в восторге. Ну что, возвращаемся? Можем поплыть прямо на лодке. Сюда недалеко, до лагеря. Отличная идея, может пригодиться. Как же лошади? Они найдут дорогу обратно. Просто следуй вдоль берега на юг, Артур. Это было интересно. Спасибо вам, ребята. Ну, хозяин. Блин, я бы на лодке поплавал. Может, поешь нам? Ладно. Есть у меня для вас одна песня. Попросил я девочку кое-чего мне дать. Попросил я девочку кое-чего мне дать. Я не смог ждать, пока приготовится картошка. Я не смог ждать, пока приготовится картошка. Я проклинаю тот день, когда увидел ее Я проклинаю тот день, когда увидел ее Картошка сгорела Это было неплохо Но знаешь, какую песню нам нужно петь? Какую? Ну, посмотри на нас сейчас Трех морячков Да, конечно Ну, мы три бедных моряка Только что вернулись в плаванья Мы каждый день рискуем А у других людей жизнь спокойная Почему я пытаюсь это пропеть? Может, спляшем, встанем в круг, встанем в круг А кто тут самый дерзкий? Пусть поклянется здесь, прямо здесь, прямо здесь На военных нам плевать Ведь они нас презирают Торговцев не плевать Ведь они дают нам хлеб И в их честь мы спляшем Встанем в круг, встанем в круг И тут тот самый дерзкий Пусть поклянется здесь Прямо здесь Прямо здесь Прямо здесь Господи Какой-то британский юмор Браво, браво Знаешь, не нужно, чтобы люди в лагере Думали, что нам было очень весело Это точно Интересно Люди ходят Что-то в этом есть Если бы я был на веслах, я бы так и делал Но морскую болезнь можно тоже заработать О, что, мы проплыли лагерь Я говорю, там люди что-то бегают Наточняк, сейчас Плывем назад О, у нас даже пристань, собственно, есть Неплохо Мне нравится Кайф Ну вот мы и дома Хорошо Думаю, у меня Ну, то есть у нас Все будет в порядке Я знаю Я всегда это знал Пока вы Пока вы двое со мной Все будет хорошо Мы здесь отлично устроимся До поры До времени Надеюсь Да, зачем у меня револьвер в руках Ну, лично я буду наслаждаться красотами Идеальный руководитель Ничего не скажешь А эту рыбу я отдам Пирсону Просто идеальный руководитель Ну что, друзья Думаю, что на этом моменте Я закончу очередной эпизод Red Dead Redemption Надеюсь, что вам понравилось Если это так Не забывайте ставить лайк, конечно И подписываться на канал Помимо всего прочего Дайте мне знать, что вы думаете О серии Red Dead Redemption Меня уже кто-то зовет Привет И да, да Увидимся с вами совсем-совсем скоро Самое главное, не болейте И пока-пока